Здравствуйте, уважаемые восьмиклассники, сегодня мы разберем с вами культурный уголок 7, нашего замечательного учебника Spotlight 8, и, судя по всему, мы будем говорить о колледже Святой Троицы, что в Дублине, в Ирландии, естественно. Exercise 1. How are the following related to Trinity College? Scan through the text to find out. Нас просят проглядеть, просканировать текст, чтобы выяснить, как нижеперечисленное относится к колледжу Святой Троицы. And what is it? Jonathan Swift, Oscar Wilde, Samuel Beckett, 1592, 17th century, Arts and Humanities, Book of Kells. У нас есть три имени. Jonathan Swift, человек, написавший Гулливер в стране лилипутов. Oscar Wilde, также известный в нашей стране. Samuel Beckett, поэт и драматург. Дальше идут даты. Arts and Humanities, это название, судя по всему, направления в учебе или факультета искусства и гуманитарной науки. Book of Kells, название какой-то книги. Чисто теоретически, на ваш взгляд, у нас есть три имени. Какое, как вы думаете, отношение они имеют к колледжу Святой Троицы? Варианта два. Скорее всего, они или там учились, или преподавали. But let us scan through the text to find out. Итак, мы видим трех наших писателей и видим вопрос, знаем ли мы, что они все были выпускниками этого колледжа. То есть, они у нас выпускники. Видим цифру, которая нас интересует, 5092. Видим слово founded, что является частью пассивного залога. И говорит нам о том, что сам университет или колледж был основан как раз в этом году. Видим 17 век и информацию о том, что жизнь колледжа в университете стала тяжелой. Life at the university became difficult. Что-то произошло в середине 17 века. Что сделало жизнь тяжелой. Сканируем дальше, видим Arts and Humanities. И они у нас являются частью предложения, что сегодня Trinity College среди топ-40 университетов в мире по направлению как раз искусств и гуманитарных наук. Ну и вот у нас появилась буква в Келс. И после нее у нас идет пояснение, что это одна из самых драгоценных, ценных средневековых книг из существующих. И она находится в библиотеке. Вот она у нас этого колледжа университета. Примерно так у нас производится сканирование, беглый просмотр текста. Находятся искомые вещи, смотрится их окружение и получается ответ. Нас просят прочитать текст и вставить пропущенные слова. Затем сравнить с тем, что получилось у нашего товарища. Одновременно сделаем упражнение 2 и 3. Нас просят послушать и прочитать текст вновь и ответить на вопрос, к чему относятся эти цифры 40 и 4.25. So let's listen to the text, read it, fill in the gaps and mind the two numbers. Обратим внимание на эти две цифры, которые у нас в вопросе упражнения 3. Let's begin. Trinity College, Dublin 400 years of history If asked what Jonathan Swift, Oscar Wilde and Samuel Beckett have in common, most people would correctly reply that they are famous writers. But did you know that they all graduated from the oldest and most prestigious university in Ireland? Trinity College at the University of Dublin has an interesting history. The university was founded in 1592, in the heart of Dublin, the capital of Ireland. At first, everything went well, and the university grew slowly. Then, in the middle of the 17th century, life at the university became difficult, because of two wars in the country. Fortunately, the university survived, and from then on, many wealthy families began to send their sons there for a good education. Today, Trinity College is among the top 40 universities in the world for arts and humanities, and it attracts students from all five continents. It is also one of Ireland's leading historical sites. It has a uniquely beautiful library that contains 4.25 million books, including the Book of Kells, one of the most precious medieval books in existence. Over half a million visitors come to see this book and the library every year. It is truly a great university. Well, that was rather interesting, and now let's answer the question of exercise 3. Давайте ответим на вопрос упражнения 3 о двух цифрах. And 40. There are 40 top universities in the world for arts and humanities. 40 – это количество университетов, которые входит Trinity College по направлению искусства гуманитарных наук. 4.25. There are 4.25 million books in Trinity College, beautiful library. 4,25 миллиона книг находятся в библиотеке этого университета. 5.25. Серьезная цифра, не так ли? У нас есть подсвеченные слова. Поработаем сперва с ними, потом переведем текст. And exercise 4 asks us to do it. Make the highlighted words in the text their meaning. Соедините подсвеченные в тексте слова с их значениями. Answer. Paragraph 1. Answer у нас это ответ. В тексте у нас есть слово reply. Got their degree. Получили свою ученую степень. Ну или диплом. And again paragraph 1. В параграфе 1 у нас есть слово graduated, которое мы уже смотрели, когда разбирали упражнение 1. Importance. Paragraph 1. Важный. Prestigious. Is the word we seek. Слово, которое нам нужно, это prestigious, то есть престижный и важный университет. Brings. В третьем параграфе. Attracts. Привлекает, конечно же. Managed to get through. Удалось выстоять, прорваться, как-то выжить до университету. И у нас во втором параграфе слово survived. Started. In the second paragraph. Founded. Речь идет об основании университета. То есть университет у нас начал свое существование в 1592 году. То есть он был основой. Rich. Богатые. Во втором параграфе. И во втором параграфе слово wealthy как раз подходит. Это синоним слова богатые. Valuable. Ценные. Precious. Ну, здесь речь, судя по всему, о книге, которая называется Book of Cells. Most popular. Наиболее популярный. Leading. То есть лидирующий. Здесь речь идет о том, что College Trinity это место, которое является одним из лидеров по посещению у туристов. Да, одним из лидирующих исторических мест. Теперь, когда с словами все понятно, давайте переведем текст. College Святой Троицы в Дублине. 400 лет истории. Отвечая на вопрос, что общего может быть у Джонатана Свифта, Оскара Уайлда и Сэмюэля Беккета, большинство людей правильно ответят, что они все знаменитые писатели. Но знаете ли вы, что они все выпускники старейшего и наиболее престижного университета в Ирландии? У колледжа Святой Троицы Дублина интересная история. Университет был основан в 1592 году в сердце Дублина, столице Ирландии. Поначалу все шло хорошо и университет медленно рос, то есть развивался. Затем в середине 17 века жизнь стала сложной, потому что в стране случились две войны. К счастью, университету удалось выжить. И с тех пор многие богатые семьи начали посылать своих сыновей, получать здесь хорошее образование. В наши дни колледж Святой Троицы среди 40 топ-университетов в мире по направлению искусства и гуманитарной науки. И он привлекает студентов со всех пяти континентов. Также это одно из лидирующих исторических мест Ирландии. У университета есть уникальная красивая библиотека, которая содержит 4,25 миллиона книг, включая книгу Келса. На нее есть неплохое видео на YouTube, кстати, наберите, посмотрите, если интересно. Которая является одной из самых ценных средневековых книг из существующих. Более полмиллиона посетителей приезжают, чтобы увидеть эту книгу и библиотеку каждый год. Это действительно великолепный университет. Такой вот интересный колледж Святой Троицы в Дублине. Exercise 5. Tell your partner three interesting facts about the college you remember from the text. Сообщите вашему товарищу три интересных факта о колледже, университете, которые вы помните из текста. У всех эти факты могут быть разными, но в качестве примера можно использовать следующий. Trinity College is one of the top universities in the world for art and humanities. Oscar Wilde studied there. It has a very special book in its library called The Book of Kells. Конечно, фактов, которые могут быть интересными, гораздо больше. Exercise 6. ICT project ICT. Это задание связано с работой в интернете. Think of one of your country's best universities. Collect information. Then write a short article about it for an international school magazine. Write its name, location, when founded, history, interesting facts. Задание проект. Подумайте, вспомните об одном из лучших университетов нашей страны. Соберите информацию, можно в интернете, а затем напишите короткую статью об этом университете для международного школьного журнала. Писать нужно о названии университета, месте его положения, локации, когда он был основан, истории и интересных фактов. Наш войсбот Майкл обратился к интернету и нашел информацию о Московском государственном университете имени Ломоносова. Написал статью. И давайте ее послушаем. Почитаем, чтобы у вас был пример выполнения заданий. Let's begin. Ломоносов Москва State University, MSU, is the largest university in Russia. Students have been studying there since it was founded on January 25, 1755. Even today January the 25th is celebrated as Students' Day all over Russia. Originally located next to Red Square, nowadays most of its faculties are situated on the Sparrow Hills, in the southwest of Moscow. MSU has some very impressive buildings. The main building was the tallest building in Europe until 1988, and the central tower is believed to have a total of 33 kilometers of corridors and 5,000 rooms. The university's facilities are superb and include a concert hall, a museum and a huge brand new library. In the early days the MSU only had three faculties, philosophy, medicine, and law. Today it has a total of 29 faculties and 15 research centers, and has 4,000 teaching staff, and 31,000 students and 7,000 post-graduates. MSU is a highly prestigious university. Its students are proud to study there. Well, that's all. You can see it. There is a name, Angus, place, place, area, Moscow, Vora, 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 Vora. There is a date of the основancy, history, and interesting facts about how the buildings were raised until 1988, that kilometers of corridors, as you have a thousand rooms, and thousands of the students, and the number of students and students are also very interesting facts. Проще всего, если вы будете находить страницы университетов в интернете, может быть даже смотреть английскую версию этих страниц, если она есть, и с помощью этой информации будете писать свои статьи. So, that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.